Приветствую вас, братья и сестры! Давайте откроем наш текст, который записан в Послании Колоссиным, в третьей главе. Мы прочитаем сразу текст, помолимся и начнем рассуждение. Послание Колоссиным, третья глава, с первого по четвертый стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Помолимся. Христос наш, слава тебе за то, что ты воскрес. Ты победил грех, смерть. Ты сделал твою победу триумфальной, явной. И также, читая этот текст, мы видим еще одно из удивительнейших благословений. И оно в том, что ты воскресил нас вместе с собой. Ты сделал нас людьми воскресшими. Просим, Боже, чтобы этот текст, который мы будем изучать сейчас, чтобы он обличил, наставил, утешил, чтобы каждому он принес особую пользу. И мы могли бы еще ближе понимать тебя и еще больше жить для тебя. Будь, Боже, в этом прославлен. Аминь. Присаживайтесь. Я надеюсь, что в этом пасхальном контексте, в эти пасхальные дни, вы успели сконцентрироваться и поразмышлять о сути значения Христового воскресения, так как воскресение Иисуса Христа – это сердцевина Евангелия. Крест и воскресение – это две составляющих, без которой невозможно была бы радостная весть, на основании которой мы получаем спасение. Но ценность воскресения Христова заключается в первую очередь в том, что Он воскрес, и это действительно победа, это триумф, это величайшее чудо, которое реально произошло, но оно имеет последствия, оно приводит к целому ряду изменений, которые являются особо благословенными для нас. И сегодня, исходя из этого текста, мы будем с вами говорить о воскресении Христа и о нашем с вами воскресении с Ним. Этот текст очень ясно показывает эту взаимосвязь Христового воскресения и нашего с вами духовного воскресения, которое Христос совершил. Этот текст говорит очень ярко о нашей новой идентичности, о нашем новом положении, о всех благословениях, которые мы получаем от воскресения Иисуса Христа. Говоря об этом, стоит ответить на вопрос и поразмышлять, вспомнить, что же такое идентичность. Если мы люди, которые воскресли со Христом, о чем говорит наш текст, то что же такое воскресение со Христом? Что же такое идентичность воскресшего человека? Что же такое идентичность? Напомню, что идентичность – это устоявшееся и конкретное восприятие самого себя. Это то, кем мы себя представляем внутри. Каждый из нас кем-то себя представляет. Или это образ, к которому мы стремимся. Это то, на основании чего мы считаем себя успешными, признаем себя, уважаем себя. Или наоборот, если мы не достигли этого образа, мы презираем себя и продолжаем к нему стремиться. Кто-то сказал, что идентичность – это настройки, которые по умолчанию в нас заложены. Идентичность есть у каждого. У каждого человека есть самовосприятие, как он видит себя, кем он является в первую очередь и больше всего. Стоит отметить, что это самовосприятие, оно не появляется в вакууме. Мы живем с вами в мире, в обществе, в культуре, которая влияет и формирует наши вкусы, наши ценности, а значит и влияет на наше самовосприятие, на образы, к которым мы можем стремиться. Спросите сегодня у подростков или у молодых людей, кто в их глазах является успешным человеком, успешным парнем или успешной девушкой? К какому образу сегодня стремятся молодые люди? Не так давно я общался с молодым человеком, который не так давно закончил школу. В общем, это молодой парень, перспективный. Это человек, который по большому счету, если таких будет много, то это та группа людей, которые будут влиять на общество, влиять на окружающих людей. Так вот, я задал ему такой вопрос. К чему сегодня стремятся молодые люди? И здесь можно отвечать много вещей, но он отметил одну из них. Он сказал, что молодые люди, на его взгляд, очень часто сегодня стремятся или пытаются достичь одной из целей. Это много зарабатывать и ничего не делать при этом. Максимум результата и минимум вложений, минимум усилий. А ведь это ложь, друзья. Правда? Это иллюзия, которая сидит сегодня в головах у тысяч людей. Я ничего не буду делать и никогда ничего не буду делать, и при этом буду очень много иметь, комфортно, красиво, ярко жить. Это всего лишь один из примеров, всего лишь одна из деталей. И таких стереотипов очень много. Они очень сильны. Вот это общество, которое пропитано вот этими ценностями, оно однозначно влияет на нас. На кого-то больше, на кого-то меньше. Если мы посмотрим с вами на примеры истории, например, заглянем в Средневековье, то в Средневековье, если мы будем смотреть на мужчин, были совершенно другие образы о том, каким должен быть мужчина. Как правило, это был образ смелого, бесстрашного воина, который в любой момент мог отдать свою жизнь за других, который мог героически сражаться за свой народ, который мог пожертвовать собой. Сравните теперь это с ценностями или с тенденциями в нашем мире, в нашем обществе. Мне кажется, у нас образы совершенно другие. В образе современного мужчины успешного очень часто абсолютно нет даже доли самопожертвования. Наоборот, его образ определяется самоутверждением. Это то, что мы видим в соцсетях, друзья. Дорогая машина, стильная одежда, высокооплачиваемая работа, красивый парень или девушка рядом, гламурной внешности, яркие фото в Инстаграм, где люди мега счастливы и мега успешны. В жизни таких людей нет трудностей. Они живут этими образами. Это то, что очень заманчиво сегодня и то, что так привлекательно, друзья. Я соглашусь с тем, что в зависимости от времени и контекста вот эти тенденции или понятия о красоте, об успехе не могут видоизменяться. Но суть остается той же. Внутри нас идет битва за идентичность. Мы думаем, что мы совершаем поступки просто так или делаем что-то просто так, или стремимся к чему-то просто так. Но это совершенно не просто так. Мы боремся за нашу идентичность и не всегда даже осознаем это до конца. Если человек сегодня поклоняется деньгам и он находит в этом свое счастье, свою ценность, свою значимость, то давайте будем честными, никогда не будет достаточно денег, когда бы человек сказал «Я самый богатый». Если человек сегодня поклоняется внешней красоте, он всегда будет смотреться в своих глазах не очень красивым, недостаточно красивым, недостаточно привлекательным. Если человек поклоняется власти, то он всегда будет жить с этим чувством, как бы эту власть придержать, как бы ее не потерять, как бы не потерять влияние. Если человек поклоняется сегодня интеллекту, то он всегда будет в своих глазах казаться недостаточно умным. Кто-то знает больше. Мне нужно знать больше. Мне нужно знать все. Друзья, если сегодня мы ищем нашу идентичность даже в самых хороших вещах, но не во Христе, может быть, в семье, в служении, и воспринимаем себя как номер один в этом, то это может стать нашим идолом. Это становится нашим идолом, а всякий идол, он всегда приведет к разочарованию, к падению. Итак, если подытожить вышесказанное, стоит сказать, что проблема не в том, что мы ищем того, чтобы самоосознавать себя или воспринимать себя как-то, или стремиться к какому-то образу. Это нормально. Проблема в том, что мы ищем полноты или можем искать полноты, радости и успешности не там, где предназначил Бог, не там, где нужно. Любая ложная земная идентичность обещает свободу, но на самом деле порабощает. Если человек оценивает себя в зависимости, например, от количества денег, которые он заработал, то значит, ему нужно много и постоянно работать, работать без остановки. И любой ценой попытаться достичь этой цели. Если же он не достиг этой цели, то в своих глазах он автоматически становится неудачником. Он не дотянул. Его жизнь прошла зря. Он не состоялся. Друзья, реальность такова, что человек может получить настоящую свободу лишь в идентичности с Иисусом Христом. только обращаясь в покаяние к Богу, человек получает новую природу. Он получает новое представление, почему его жизнь уже стала по-настоящему счастливой и успешной. Эту жизнь можно получить только со Христом и во Христе. Изучая этот текст, мы посмотрим с вами на три качества воскресших со Христом людей. И первое из этих качеств это совершенная праведность. Посмотрите на первый стих. Итак, если вы воскресли со Христом. В нашем переводе может сложиться впечатление, что Павел ставит под сомнение или под вопрос воскресли или не воскресли, воскресли ли вы. Точнее эту фразу нужно передать как поскольку вы воскресли со Христом. Потому что вы воскресли со Христом. Так как вы воскресли со Христом, то этот текст не говорит о какой-то потенциальной ситуации. Этот текст говорит о свершившемся факте. Вы воскресли со Христом. Он обращается к верующим, он обращается к церкви. И дальше, как мы видим, он будет призывать к новому образу жизни на основании того, что эти люди воскресли со Христом. На основании того, что с ними произошло. Друзья, задумываетесь вы часто или нет, но мы можем исполнять Божьи заповеди, угождать Богу только на основании того, кем мы являемся. Мы можем жить праведной жизнью по одной причине – только потому, что мы прощены Богом, только потому, что мы искуплены Христом, только потому, что мы оправданы и возрождены. В основании практической праведности всегда лежит праведность вмененная, праведность Христа, на основании которой мы приняты Богом и на основании которой мы спасены. И поскольку Христос обитает в нас, обитает в возрожденных людях, обитает в своих детях, то теперь уже Он определяет, каким нам нужно быть, что для нас хорошо и правильно, а что плохо и неправильно. К чему нам нужно стремиться, а от чего нам нужно убегать? Он трудится над тем, чтобы мы были такими, какими Он нас задумал и хочет видеть. И прочитанный текст в контексте послания Колоссиным, очевидно, является переходным текстом. В первых двух главах Павел говорил о доктрине, он говорил о величии Христа, о том, как Христос участвовал в творении, о искуплении, о примирении, которое Христос совершил, о всех-всех благословениях и о личности самого Христа. Дальше он переходит к практической жизни. И в этих первых четырех стихах он как бы закладывает основание, и дальше в остальной, в оставшейся части послания он просто будет разъяснять, что же значит жизнь людей, которые воскресли со Христом, как она практически выражается. Например, посмотрите пятый стих. «Итак, умертвите земные члены ваши». Это уже практически призыв, призыв к активному действию на основании того, что мы воскресли со Христом. Когда человек обращается к Богу, как я сказал, его жизнь радикально меняется. И она меняется навеки, друзья. Как в положении перед Богом, так и на практике. Да, на практике она не меняется одномоментно, сразу. Она меняется сразу в положении, а практика начинает меняться постепенно. Это процесс. Но важно отметить то, что в этот момент, когда Бог изменяет человека, когда Он возрождает его, человек соединяется с Иисусом Христом. Христос поселяется в таком человеке. Бог живет в таком человеке своим духом, Он постоянно присутствует в нем. В самом начале Бог прощает человека благодаря Христу и на основании того, что сделал Христос, и смотрит на Него через Него. Посмотрите, выше, во второй главе этого же послания, 12-13 стих, Павел вот что пишет. «Быв погребены с Ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Друзья, посмотрите, этот текст говорит о том, что мы похоронены, погребены с Иисусом Христом, быв погребены с Ним. Это значит, что мы умерли, а потом воскресли с Иисусом Христом. В каком смысле мы умерли и в каком смысле мы воскресли? Мы помним, что плата за грех – это смерть, а мы согрешили, правда? Мы согрешили и сделали это много раз, и Адам согрешил. Поэтому по справедливости мы должны умереть. Крест – это то место, где должны были быть мы, но там был Христос. И мы там были во Христе. Иисус умер не только вместо нас, но Он умер, представляя нас, как наш представитель. То есть в Его лице перед Святым Богом умерли как бы мы сами. Таким образом, когда умер Он, умерли и мы. Его жертва вобрала все наши грехи, все наши пороки, всю нашу нечистоту. Он взвалил на Себя то, чего мы заслужили, что принадлежало по справедливости нам. И праведный агнец Божий в Божьих глазах стал как грех, поэтому Бог отвернулся от него. Посмотрите, второе послание Коринфянам 5.21. Очень известный текст, и здесь он на PowerPoint у нас в другом переводе, в переводе Кассиана. Этот перевод, мне кажется, точнее передает смысл. Смотрите, не знавшего греха, Он сделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в Нем. В Божьих глазах, друзья, Христос стал как обманщик, как гордый, как лицемер, прелюбодей, вор, убийца, как зависимый от каких-то страстей, как алкоголик, например. Он стал отображать это все перед Богом в этот момент. Он стал грехом. Он не был грешником по сути, в Нем не было греха. Он был чистым и непорочным. Но юридически Бог вменил ему, возложил на него наш грех, засчитал ему наш грех, так что он стал грехом в Божьих глазах. И мы знаем, что вся ярость Божьего гнева, Божьей святости, Божьей справедливости совершила это справедливое возмездие в Нем вместо нас. В этом и заключается, друзья, самая радостная весть Пасхи или Воскресения. Божий гнев, Божье наказание прошло мимо. Христос поменялся с нами местами, чтобы мы были оправданы. Но некоторые люди начинают задавать вопрос, а как понять, что жертва Христа была достаточной и она была угодной Отцу, что она принята Святым Богом? А может, Иисус все-таки согрешил или на Нем остался какой-то грех, который Он не искупил? Друзья, Воскресение как раз и самым ярким образом доказывает безгрешность Христа и достаточность искупления, которое Он совершил. Уэйн Грудем, известный богослов, как-то сказал такую фразу. На мой взгляд, она очень точно отражает эту мысль. Воскресение Иисуса Христа из мертвых было декларацией Бога об одобрении работы Христа по спасению. Воскрешая Христа из мертвых, Бог Отец фактически говорил, что одобряет работу Христа, претерпевшего страдания и смерть за наши грехи, считает эту работу завершенной и не видит необходимости в том, чтобы Христос и впредь оставался мертвым. Не было никаких неоплаченных грехов, ничто не вызывало гнев Божий, никакой вины, требующей наказания не осталось. Все было уплачено сполна. «Воскресением Бог говорил Христу, я одобряю все, что ты сделал, и ты находишь благоволение в моих глазах». Воскресение самым ярким образом доказывает то, что страдания и смерть Христа были полнотой искупления, которое Он совершил, и Бог, святой справедливый Бог, одобрил это и принял, заявив об этом через воскресение Своего Сына. И когда человек сегодня говорит «Бог, прими меня через то, что сделал Христос», в этот момент Бог дарит человеку свою праведность. Такой человек становится праведным благодаря тому, что сделал Христос. Он забрал его грехи и подарил ему свою совершенную, абсолютную праведность. И это значит, друзья, что теперь Бог смотрит на такого человека и видит в нем праведность Христову. Абсолютную, полную, безукоризненную, которой нечего добавить, она совершенна. Поэтому всякий верующий сегодня совершенный в Божьих глазах, святой, безгрешный, так как Христос. Перед Богом такой человек стал навеки праведным, потому что он во Христе. И во второй главе мы видим, как Павел как раз и подмечает все эти мысли. В 14 стихе он говорит «Истребив учением бывшее нас рукописание», он говорит о долговой расписке, о списке наших долгов, которые мы никогда не могли отдать. Но Христос уничтожил эту расписку. Он оплатил все наши долги. Он простил все наши грехи. Именно эта праведность, на основании которой Бог принял нас и продолжает нас принимать. Мне очень понравилось, мы на домашней группе читали книгу, мне очень понравилась одна из мыслей, одна из цитат, которые хочу поделиться с вами. Эта мысль говорит о полноте праведности Христа. «Именно на эту праведность всегда должен быть устремлен взгляд верующего. В этой праведности он должен обрести покой. В этой праведности он должен жить. В этой праведности он должен умереть. В этой праведности он должен явиться пред судилище Христова. В этой праведности он должен остаться навеки в присутствии праведного Бога». Друзья, мы нуждаемся в Божьей праведности не только тогда, когда мы каемся. Мы нуждаемся в Божьей праведности всегда. И эта праведность, которая нам подарена, она будет присутствовать с нами всю вечность и свидетельствовать о подвиге и величии Христовой Евангелия. Поэтому у такого человека все теперь связано со Христом. Если мы посмотрим на другие послания апостола Павла, он очень много раз использует эти фразы «в нем», «во Христе», «с ним». Кто-то просчитал и говорят, что это порядка 170 раз. Павел говорит о том, что мы со Христом теперь одно целое, мы вместе. Он говорит об идентичности. Итак, если мы говорим о земной идентичности, об образе, к которому человек стремится, считает его успешным и который должен принести ему счастье, на его взгляд. Так вот, земная идентичность всегда заслуживается. Она держит человека в постоянном напряжении. В мире все постоянно меняется. Тенденции, мода, тренды. Они приходят и уходят. И человек находится в постоянной гонке, чтобы достигать этой цели. Но это не свобода. Земная идентичность, она всегда приводит человека к рабству. Дело в том, что даже религия, многие религии, почти все, говорят сегодня что-то похожее. Если ты хороший человек, то, возможно, Бог спасет тебя. Ты будешь принятым. И мирская культура, и религия сегодня говорят о том, что идентичность нужно достигать, нужно заслуживать, нужно всегда держать планку. Но то, что здесь говорит Павел, и то, что совершил Христос, говорит нам совершенно обратно. Это совершенно другая система. Христианство говорит о том, что свою идентичность мы не заслуживаем, мы получаем ее даром. Все системы философские, мирские, религиозные говорят сегодня, действуй, делай, делай, и тогда ты будешь. Будешь принят, будешь счастлив, будешь успешен. А Христос и Бог, и Евангелие сегодня говорят, ты принят. Поэтому действуй, поэтому живи, поэтому борись и освящайся. И это радикальная разница. Это разница радикальна. Даже если мы сегодня не достигли того, что популярно или признаваемо, или высоко ценится в мире, друзья, если мы во Христе, то мы ценны в глазах Божьих, и мы приняты навеки. И это помогает изменить нам наш взгляд на нашу жизнь, на самих себя. Это позволяет нам жить свободной жизнью. Мы не зависим сегодня от моды, от образов, которые может мир предложить. Даже если меня отвергают, и я кажусь странным людям, что с того, если меня Бог принял? Что с того, если меня Бог сделал своим? Вот моя идентичность, вот в чем я могу найти покой и по-настоящему утешиться. Наша жизнь становится просто адекватной. Мы воспринимаем реальность такой, какая она есть, какой ее сделал Бог. Когда мы понимаем наше положение во Христе, мы правильно относимся. И критики, когда нам говорят, что мы где-то неправы, мы понимаем, да, я принят Богом на основании жертвы Христа, но я остаюсь грешником, я допускаю ошибки, я хочу их исправлять. Мы по-другому реагируем на свои собственные ошибки. Любую земную идентичность можно потерять, и она никогда не будет совершенной. Христову никогда. Итак, если вы воскресли со Христом, поскольку вы воскресли со Христом. Друзья, если наша идентичность сегодня не укоренена во Христе и в Его труде полном, достаточно, мы никогда не сможем успокоиться. Мы тоже будем в своей гонке за счастьем, за успехом, за признанием. Мы будем пытаться заслужить Божье расположение, боясь, что Он отвернулся или отвернется в какой-то момент от нас. Но Христос по благодати гарантирует и дает нам совершенно другие ценности и благословения. Итак, мы посмотрели с вами на первое качество воскресших со Христом людей. Это люди, которые имеют жизнь в самих себе. Это те люди, которые имеют Иисуса Христа. Это те люди, которые имеют совершенную праведность. Второе качество, которое мы видим здесь, это прогрессирующее освящение, продолжающееся освящение. Посмотрите на тот же первый стих третьей главы. Так как вы воскресли со Христом, вот что делаете. Ищите горнего. О горнем помышляйте, а не о земном. Поскольку все вышесказанное относится к нам, и мы воскресли со Христом, поэтому и на этом основании мы можем мыслить и жить совершенно по-другому. Ищите горнего – это призыв, который указывает на стремление. Искать – это стремиться, направляться, иметь конкретную цель и двигаться туда. Стремитесь жить ценностью, идентичностью Христа. Стремитесь жить жизнью Христа. Стремитесь мыслить, как Христос. Стремитесь ценить то, что ценит Он и отвергать то, что Он отвергает. Это активное действие. Ищите горнего. И второй призыв здесь – о горнем помышляйте, а не о земном – это призыв к тому, чтобы быть сосредоточенными на том, чего мы ищем или к чему мы стремимся. Мы не просто пассивно говорим, я ищу горнего и ничего для этого не делаю. Это призыв к тому, чтобы посвятить свое мышление, чтобы сознательно думать, сосредоточенно думать на том, куда мне нужно стремиться и что это практически значит. Это призыв сконцентрироваться на том, чтобы учиться мыслить по-небесному, по-новому. Как? Об этом апостол Павел будет говорить очень много. Он будет говорить о том, что нам нужно умертвить в третьей главе. Он будет говорить о том, что нам нужно отложить, и потом он скажет о том, во что нам нужно облечься. Посмотрите с 5 по 10 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть и дало служение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними, а теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Вот что значит, друзья, умереть со Христом и начать эту активную борьбу и наступление на все, что противно, все, что неприемлемо нашему Богу и нашему Спасителю. Послание римлянам, 6 глава, с 5 по 11 стих, очень глубокий стих, очень глубокий текст. «Ибо если мы соединены с Ним», это то, о чем, по сути, Павел говорит и в нашем тексте, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскреснул из мертвых, уже не умирает смерть, уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». В тот момент, когда Христос умер, это рабство греху было разорвано. Христос выпустил нас на свободу. Он сделал нас своими. Поэтому мы можем и должны напоминать себе об этой силе, об этой благодати, которую Он нам дал. Здесь мы видим, как Павел разъясняет вот эту отчасти тайную истину, которую до конца нам сложно постичь, наше единство со Христом, наш союз, наша близость со Христом. Это духовное понятие, которое, с одной стороны, невидимо, на первый взгляд, с другой стороны, оно приводит к целому ряду последствий и изменений в жизни человека, которые свидетельствуют об этом факте самым очевидным образом. Мы во Христе умерли для греха и воскресли для новой жизни. Это значит практически, что мы получили способность и силу, и желание жить по-новому. Грех теперь не наш Господин. Грех теперь не царствует нашей жизни. Мы не обязаны подчиняться Ему. Мы можем Ему не подчиняться. Если до этого мы были в положении, когда мы не могли не грешить, то теперь мы можем не грешить. И величайшее из благословений нашего будущего в том, что придет момент, когда мы не сможем согрешить, когда мы будем в прославленном теле. наше единство со Христом означает не только, что нам прощены все грехи и вменена Его праведность, но и то, что мы можем жить уже сегодня по-новому. У нас появляется, как я сказал, и способность, и желание, и сила. Посмотрите, 6 глава римлянам с 11 по 13. Это продолжение текста нашего. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваших Богу в орудие праведности». И смотрите еще дальше. 6 глава римлянам с 19 по 22 стих. «Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Обратите внимание на этот призыв. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». Друзья, как часто мы напоминаем себе, что грех не имеет больше силы над нами и власти. Он перестал быть нашим господином. Мы умерли для греха, и мы живы для жизни во Христе, живы для Божьей славы, для того, чтобы показать, что Бог царствует в нашей жизни, а не грех и не похоти. Второе послание Петра, 1 глава, 3-4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Все, что нам необходимо для жизни, для благочестивой жизни, для освящения, все есть, друзья. Бог полностью дал нам весь инструмент, весь инвентарь для этого. Его сила спасла нас, и она продолжает присутствовать в нас. И как часто, если мы будем честными, как часто мы, забывая эту истину, сдаемся перед грехом, еще не начиная даже с ним борьбы, не начиная с ним сражения. Возможно, мы начинаем думать или начинаем размышлять совершенно в другом направлении. Мы начинаем искать оправдание. Почему я могу сделать это? Мы начинаем искать хитро, может быть, лукаво, какие-то зацепки. Почему я могу это сделать? Где найти это право, чтобы согрешить? Вместо того, чтобы посмотреть на то, кем мы стали во Христе, кем Он нас делал. Или же, когда нас постигает искушение, дьявол посылает мысли, лисеет разные мысли, лживые в нашей голове, что мы не способны устоять, и грех сильнее нас. Исходя из этих текстов, это ложь. Христос сильнее греха, и Он в нас. Возможно, эти мысли помогут нам, помогут нам отразить дьявольские искушения вот этой истиной. Христос в нас, и Он сильнее греха. Цепи рабства греху разорваны навеки у тех, кто воскресли со Христом. И вот это слово «почитайте», друзья, оно ни в коем случае не говорит, о каком-то заклинании или самовнушении. «Я новое творение», «Я новое творение». Не в этом суть. Оно говорит о том, что нам нужно признать и поверить в духовную реальность. Мы мертвы для греха и живы для праведности. Это слово, в первую очередь, направляет нас к тому, что наше освящение, наша борьба, она начинается с нашего разума. Кем мы себя считаем? Кому мы принадлежим? Что является ценным, радостным, успешным для нас сегодня? Вот эти вопросы помогают понять нашу настоящую идентичность. И, друзья, в этой битве одним из самых важных инструментов является как раз напоминание тем, кем мы стали во Христе, и что Христос нас. Наша жизненная сила, сила для борьбы с грехом черпается из этого источника, из того, что Он сделал, и Он в нас, и мы с Ним. И это союз, который навеки, который единственный нерушимый. Это истинно помогает нам понять нашу настоящую принадлежность и почему мы можем жить по-новому. Вы слышали об одном из известных отцов церкви по имени Августин, его еще называют Августин Блаженный или Августин Японский. Если вы читали когда-либо его биографию, то до того, когда Бог изменил его жизнь, он был очень похотливым человеком. Он вел разгульный образ жизни, обращение, у него было множество связей с женщинами. И после возрождения, после того, когда Бог вошел в его жизнь, Бог сильно его преобразил, его характер, его привычки, его ценности, Августин сильно изменился. Он, кстати, написал очень много глубочайших трудов полезных. Так вот, он сильно изменился, Бог дал ему свободу от многих-многих грехов. Но в один день, спустя уже много времени, он шел по улице, и вдруг его взгляд упал на женщину, с которой у него когда-то были отношения. И она со своей стороны тоже заметила, что это Августин. И, как говорят, она выкрикнула так, что-то похожее ему вслед. «Ты помнишь меня, Августин? Это же я!» На что Августин подумал и утвердительно сказал, «А это уже не я!» И пошел дальше. Друзья, я думаю, что этот пример хорошо показывает духовную реальность, которую ясно для себя понимал в тот момент Августин. Он понимал, что это уже не он, поэтому он не пойдет навстречу к этой женщине. Он пойдет дальше своим путем. И если нужно, он побежит от нее. Рожденный свыше человек должен знать и верить, что он не тот, кем он привык быть раньше. Он новый. Он должен понимать, что несмотря даже на борьбу с грехом настоящим и конфликт с грехом настоящим, он больше не находится под тиранией греха и больше никогда не будет под ней находиться. 2 Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Друзья, давайте больше думать об этой истине. Она крайне полезна. Давайте говорить о ней и напоминать ее друг другу, кому мы принадлежим. И что это значит практически сегодня для нас. Итак, мы посмотрели с вами на второе качество воскресших со Христом людей. Давайте посмотрим на третий. У нас осталось не так много времени. Посмотрите на третий, четвертый стих. Он открывает нам еще одно, еще одно качество, которое исполнится или которое дано верующим. Это славное будущее. Славное будущее. Третий, четвертый стих так говорят. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Обратите внимание на это слово сокрыто. Ибо жизнь ваша сокрыта со Христом. Слово сокрыто означает спрятано, укрыто, скрыто, надежно. Моя жизнь и жизнь каждого верующего, она надежно спрятана в Боге. И заметьте, что Павел не ставит это под вопрос, а я ведь, если вы во славе, а сокрыта ли ваша жизнь? Почему он говорит здесь нечто очень твердое, непоколебимое? Ваша жизнь в Боге теперь? И когда явится славный Христос, вы тоже будете прославлены. Откуда такая уверенность? Посмотрите, в чем его уверенность. Она во Христе, который находится одесную Бога. Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. То, что Христос сидит одесную Бога, говорит о его равной божественности с Отцом, о том, что Он Бог, и также оно говорит о достаточности того, что Христос совершил. Труд Христа окончен на земле. Он прожил жизнь, Он умер, Он воскрес, теперь Он ходатайствует, но земное служение Христа для искупления полностью совершено. Его труда было достаточно, поэтому Он сидит рядом с Отцом. Это говорит о высочайшем положении. Так вот, вот этот Христос, это наш гарант, это наша гарантия, это гарантия того, что с этим Богом будем и мы тоже. То, что Христос сидит одесную Бога, гарантирует наше присутствие в славе Божьей в свое время, тогда, когда Он явится, тогда, когда запланировал Господь. Христос находится на самом почетном месте во всей вселенной. И с этого места Он контролирует абсолютно все. И если мы в Его руках, и наша жизнь сокрыта в Нем, то никто и ничто не может отнять и отобрать Меня у Него. Воскресение Христа не было обычным воскресением. Мы знаем, что до Христа были случаи, когда пророки и сам Христос воскрешали людей, но все эти люди умерли. Прошло время, они, будучи смертными, они умерли. Чего мы не можем сказать о Христе? Он умер, чтобы воскреснуть и чтобы больше никогда не умереть. Поэтому Он жив навеки. Посмотрите, Откровение 1 глава 17-18 стих. Это то, что мы слышали в воскресении из проповеди пастора. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый, последний и живой. И был мертв, и все живы во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерть». Обратите внимание, Иси жив во веки веков. То же происходит с человеком, который воскрес со Христом духовно, который умер и воскрес вместе с Ним. Он уже никогда не умирает. Да, физически он умрет, его жизнь закончится, но духовно, а потом в прославленном теле он будет жив для Бога всегда. Колоссиным 3 глава 4 стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Бог обещал нам славу, которая обязательно грядет. Римлянам 8 глава 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Те, кто доверился Христу, они имеют надежное, славное будущее, которое основательно находится в Божьих руках. И это славное будущее станет явным, явным и реальным, оно станет настоящим, друзья. Так обещал неизменный в Слове Бог. Если мы во Христе и наша идентичность в Нем, то мы никогда не потеряем это будущее, потому что оно определено и хранимо самим Богом. так, друзья, мы говорили с вами сегодня об идентичности воскресшей со Христом. Всякие, кто умер и воскрес с Ним, имеют новую природу, имеют новое самоосознание, новое самовосприятие. И это не от нас, друзья, это от Бога. Это не то, что мы сами себе внушили. Так говорит Господь. Все земное можно потерять и утратить. Все земное имеет относительную временную ценность. И в определенный момент потеряет свою ценность, потеряет свой смысл. Но все, что дано во Христе, оно непоколебимо. Идентичность с земным никогда не насытит душу. Если вы встречали людей, которые достигали той планки, к которой они стремились, многие из них заканчивали свою жизнь суицидом, их жизнь теряла всякий смысл. Когда они пришли в ту точку, куда стремились, они поняли, а здесь пустота. даже если допустить, что человек добьется этого, то это никогда не насытит бессмертную душу. Это никогда не удовлетворит нас по-настоящему. Мы просто убедимся в том, что это было погоней за ветром. И согласимся с тем выводом, который сказал Соломон в свое время. идентичность во Христе дает то, чему мы сможем радоваться не только сейчас, но и всю вечность, друзья. Это никогда не прекратится. Нашли ли вы сегодня свою ценность во Христе? Успокоены ли вы тем, что Христос совершил его трудом, его жизнью, его смертью, его воскресением? Где происходит ваша битва за идентичность сегодня, за ценности, за понятие успеха, красоты? Ваших приоритетов? Я думаю, что нам стоит признаться в том, что мы не всегда ищем свою идентичность только во Христе. В нашей жизни появляются вещи, которые забирают наше внимание, забирают нашу концентрацию, забирают наши эмоции, нашу силу. Но настоящий покой мы можем обрести только здесь. И в свете этого текста давайте помнить о том, что мы не рабы греха. Христос освободил нас, и Он обещал нам славное будущее. Но все эти благословения имеют только те, кто признали свой грех и кто обратились к Богу в покаянии через Иисуса Христа. И если среди нас есть те сегодня, кто хотят найти себя вне Бога или попытаться стать счастливыми без Бога, то, друзья, вы можете, конечно же, попробовать, но итог очевиден. Настоящую значимость мы можем найти только в том, кем и для кого мы созданы. Я хотел бы закончить короткой и очень емкой фразой как раз Августина Блаженова. Он как-то сказал, ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Пусть Бог благословит нас, размышлять над этими истинами и иметь настоящую идентичность, потому что только в Боге, во Христе мы можем найти покой, основание для настоящей жизни и уверенность в будущем. Аминь. Помолимся. Господь наш, слава тебе за то, что Христос не остался в той гробнице, потому что Он совершенный Бога-человек и потому что Его подвиг Он исчерпал, уничтожил, искупил все грехи. Славим тебя за то, что Христос сидящий Одесную тебя Одесну и Отца. Он является нашим представителем, нашим совершенным праведным посредником, нашим гарантом на то, что мы будем с этим святым великим Богом во славе. Прошу, Боже, чтобы вот эти истины этого богатейшего текста, чтобы они не прошли мимо моего сердца, не прошли мимо каждого, кто присутствует сегодня здесь. Дай, чтобы мы еще раз поняли, что стремление к земным ценностям и поиск счастья вне тебя, поиск смысла радости вне тебя, он обречен на полное поражение, на тотальный крах и только в тебе мы можем найти себя, потому что ты создал нас для себя и мы можем по-настоящему только в тебе успокоиться. Дай, чтобы понимание того, что мы воскресли с тобой, мы умерли для греха и мы воскресли с тобой, утешало нас той совершенной праведностью, которую ты подарил нам, которую ты перечислил на нас счет. Дай, чтобы эта праведность, ее присутствие в нашей жизни, оно делало бы нашу жизнь освящающейся, чтобы наша жизнь была жизнью прогрессирующего освящения и дай, чтобы жизнь наша навсегда была привязана фокусом к будущему, к той славе, которую ты обещал, когда ты, Христос, придешь и ты явишь свою славу, она станет явной и тогда мы явимся и будем прославлены вместе с тобой. дай, чтобы наш разум, наши чувства не были привязаны к этим фактам, к этой реальности, к этим истинам, которые ты сказал в твоем непогрешимом слове и дай, чтобы эти истины, они работали бы над каждым из нас и чтобы ты в этом был прославлен. Аминь. Слава Богу, друзья, можно приветствовать друг друга. Наше собрание окончено. Спасибо. 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 Спасибо.